Лидер греческой коалиции радикальных левых Алексис Ципрос 22 мая прибыл в Берлин для переговоров со своими немецкими единомышленниками из левой социалистической партии. Выступая с ними на пресс-конференции, Ципрос отметил, что его страна не имеет намерения выходить из еврозоны, даже если по итогам выборов 17 июня победу одержат левые. «Я повторял многократно, что выборы 17 июня не означают, что мы будем выходить из еврозоны. Наоборот, это даёт шанс спасти евро. Самая большая проблема – это политика экономии и кредитования. Если будет так продолжаться, Греции понадобится третий пакет помощи в течение нескольких месяцев». Ципрос открыто заявляет о своих проевропейских настроениях, однако выступает резко против финансовой помощи, которую оказывают Греции в обмен на внедрение мер жёсткой экономии. Между тем, европейские лидеры бурно отреагировали на появление на политической арене Греции бывшего лидера студенческого коммунистического движения. Как предсказывают социологи, партия Сириза на выборах 17 июня имеет реальные шансы занять первое место, а Ципрос – стать новым премьер-министром Греции. Если Сириза сумеет получить контроль над греческой экономикой, это отразится на всём континенте. И, похоже, Ципрос это понимает. «Я приехал сюда, чтобы объяснить Франции и Германии, что у нас общая проблема. Это экономический кризис. Поскольку у нас общая проблема, нам нужно общее решение, европейское решение». После парламентских выборов 6 мая партия Ципроса Сириза заняла второе место. Это стало большим ударом по двум политическим силам Греции, которые десятилетиями находились у власти – «Новая демократия» и «Посок». Поскольку ни одна партия не набрала абсолютного большинства, начались переговоры о создании коалиции. После того, как они провалились, президенту страны пришлось назначить досрочные выборы.